Музыка Пока одни делают зарядку, другие бегают. С появлением стадиона спортивная жизнь у кубинских школьников заиграла новыми красками. Теперь уроки физкультуры при хороших погодных условиях проходят здесь. Заниматься могут несколько классов одновременно, не мешая друг другу. Школа начала свою образовательную деятельность с 25 сентября 2023 года после капитального ремонта. Школа была построена в 1968 году. Это старый проект. По старому проекту актовый зал был совмещен со столовой и находился на втором этаже. Это, по словам сотрудников, было крайне неудобно. После ремонта всё изменилось. Теперь в школе не только отдельная столовая, но и свой собственный пищеблок. Оснащён современным оборудованием. Готовят здесь быстро и вкусно. На обед у нас сегодня суп, плов, компот, огурчик солёный. Детям нравится? Нравится детям. Хорошо едят? Да. По расписанию у второклашек литературное чтение. После ремонта и учиться стало интереснее. В новых классах как будто даже тютчев звучит иначе. Детям такие перемены пришлись по душе. Красиво. Нравится? Обжились уже здесь? Да. А что больше всего нравится в новой школе? Всё. По современным стандартам оснащён и медицинский кабинет. Рядом с ним процедурная комната. Медсестра Ирина Валентиновна на посту каждый день с утра и до вечера. Сейчас в Кубинской школе номер два учатся 930 детей. Работают пять групп продлённого дня и кружки по интересам. По итогам 2022-2023 учебного года Кубинская школа номер два заняла первое место в спортивной спортехиаде Одинцовского городского округа. И новый учебный год будет не менее успешным. Во всяком случае, для этого созданы все условия. Ну а пока можно сделать паузу. Повод праздничный – День учителя. Профессия учителя – это не просто ремесло. Это скорее призвание, это миссия и своего рода искусство. Искусство учить, искусство объяснять, искусство вдохновлять, зажигать сердца. После торжественной церемонии осмотр капитального ремонта школы. В целом глава округа качеством остался доволен. Возникли вопросы только к обустройству стадиона. Впрочем, подрядчик обещал в кратчайшие сроки недочета устранить.